Ну что, всем привет! Скучали? Как всегда с вами ваша Аленка. И я отправляюсь с Харьковского аэропорта. 16.35 у меня вылет, сейчас около обеда. И да, вы скажете, снова Турция, снова моя любимая дача. Ну не дача, я уже так начинаю обзывать, потому что был вариант вылета в Будапешт, самой погулять, снять апартаменты. А потом был вариант со Львовоавтобусным отправиться еще в Египет. Ну блин, зараза, Египет сейчас такой дорогой. И мой пал вариант все-таки отпуска обратно в Турцию. Это Алания, район Махматуара. Посмотрим, как будет жизнь именно в городе. Погуляю по городу. И мне хочется именно пожить в городе, понять, смогу ли я в таком городе жить. И по возможности можно переехать. Так что сейчас иду, сниму курточку, переоденусь. С дороги я проголодалась. И буду пить, отдыхать. И потом далее регистрация. Так что погнали. Ну что, прошла регистрация. Уже сижу, переодела обхожанку. Но у меня, блин, такой теплый свитер. И я теперь не знаю, в трубу мы будем заходить или куда, или пойти. У меня есть футболка переодеться сразу. Или как в самолете будет прохладно. Летом обычно кондеры дуют. Да и в том году, в октябре, по-моему, тоже летело. Тоже было прохладно. И в этот раз меня посчастливилось. Меня вообще... Я пила-пила воду, а мне вообще даже не остановили. Даже в том году у меня ее выбросили. Мне пришлось ее пить. А тут чуть-чуть и оставили. Я такая... То есть мне до самолета еще, как бы, есть время попить. Потому что я в том году прям целую бутылку выпила. Мне так тошнило. Тем более ночью. Ну, нереально. Людей немного в аэропорту. Вообще мне в Харькове нравится. Потому что мало людей. И да, надо было вообще, наверное, курточку оставить и в чемодане. Так что сду, море эмоций. Поехали дальше. Ну что, пока люди идут на посадку, можно сделать селфи и тоже идти на посадку. Ой, как я обожаю летать. Кто там будет летать, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я прилетела уже, даже знаю, в аэропорту. Ну, тут туалет пошла. Переодела в топы и сверху курточку. Не знаю, возможно, если ну, потому что 23 градуса. Ну, все, уже паспортный контроль. Пипец просто людей на паспортном контроле. Это тьма. Ну, что, постоянно. Короче, ни разу компасом не летала. И филит глобал. Это вообще я пока нашла. Большие таблички идут в GNAV, ANEX, Тестуру. Это все понятно. Я уже распереживалась, раз нервничала. Как это так, что я вечером не найду связи. Нет, Роменка не подключила я. И, в общем, чудом я подошла спросить на стол. Он говорит, так это ж мы. Вот он, сейчас четвертый автобус. И вообще все замечательно. Так что, заполняем трансфер и видим в отель. Идем заселяться. Угу. 11.38. Спасибо. Включайте свет. Парточка. Спасибо. И сразу свалил, когда увидел камеру. Ах, я уставшая. Не знаю, сказали, можно 24 часа где-то поесть. Где же балкон? Прикольно. А бассейн? На горке. Ну, я днем, в принципе, не сплю. Мне, как бы, не... Никого. Крин его знает, короче. Завтра посмотрим. Будут ли мешать эти горки. Вообще. Но балкон такой большой, широкий. Хотя он рядышком с... Кондюра. Номер вообще маленький. И, кстати, запах сверсти слышно. Кстати, свежо. Ой, я устала. Что тут есть? Короче, какое-то тут не очень... Потряпанное все. А почему он так шумит? Да вентиляция так шумит. Ага. Пипец. Ну, ладно. Вот такой вот душ. А полотенце, не пойму, где. Ага. Полотенце на этом. Ну, ребята, не знаю, не знаю. В общем, мы сели в маленький микроавтобус. Человек, наверное, на 18 рассчитано. Блин, мне воняет здесь. Короче, и этот на 18 где-то человек. И... Раз, два, три. И нас всего трое было. Я, блин, круто, классно. То есть... Нас сейчас быстро развезут. И все. Остановились на мега-шопе уже. Блин, третий раз летом. И в итоге... Ну, просто ужас. И такой водитель заходит, другой говорит. Дедушке, пора отдыхать. Ну, давайте... Ну, вы поедете в нашем большом автобусе. И то есть это развозили по пути. И люди еще поехали. Получается, четыре отеля мы завезли. И будьте сразу готовы. То, что отель находится в дальнем районе. Это Мак-Матуар. И это просто... Ну, немножечко трешово. Пробки вечером, да, нету. Но как бы... Как бы, как бы. Причем, мне вообще номер не нравится. Походу, наверное, завтра утром буду идти договариваться. Переселяться. Потому что это не вариант. Готовы то, что на каждой цветофоре вы будете останавливаться. И вас будут везти. Нет, дело не пройдет. В отель номер какой-то убитый. Хрен его знает. Короче, стоит вода. Стоит пепси. Стоит... Вот такая вот типа сфорайта ихнего. Короче, сейчас, наверное, я не переодеваюсь, не купаюсь. Найду еду. И, блин, холодно. Реально как-то мне... Ну, холодно. И он сказал, на седьмом этаже основной ресторан и бестро на втором этаже. В общем, можете застопить, посмотреть. И сбоку он прописал вот этот вот интернет платный. И я вам ставлю... Я зафотовала. По пути был отель. Я не знаю, будете ли вы его проезжать. Я подключилась. Но пока мы стоим, может, там есть и бесплатный Wi-Fi. И да, да, он есть. Я с аэропорта своим знакомым отписалась, что я доехала. То есть, родители, маме. Как бы, что со мной, все нормально. А, что, холодно? Кондиционер, блин, на холод дует. Ой, что, ребята? Ну и плюс с балкона. Ну, не знаю. Попытаюсь завтра, наверное, договориться, переселиться. Потому что, я не знаю, запах такой. И он же увидел, что я камеру достаю. И сразу сбежал, закрыл. То есть, он понял, что как бы здесь косяки в этом. И то, я когда селилась, типа, мы вам дадим классный номер с классным видом. Какой вид? Но завтра утром я прослось, покажу. Ну, и мне не нравится. Запах сырости, возможно, от того, что рядышком горки. Короче, это трешовое. Я, наверное, оставляю, я все вас возьму. Все-таки, наверное, покажу, что я там, где я нашла. Второй, я так понимаю, первый этаж. Не знаю, попробую с видом на море, может, поселиться. Ну, вид для меня, конечно, имеет значение. Утром проснуться хреново, потому что, мне кажется... Хотя, я не знаю, я в обед, блин, я не нахожусь. Я буду постоянно на море чисто переночевать, по идее. Ну, в общем, я посмотрю, как ночь пройдет, что там утром я решу. Но мне не нравится, здесь воняет в номере. Сразу вам скажу. Ну, не воняет, но какой-то... Ну, какой-то, как старостью. Короче, пошла я кушать. Я уже на 4 минуты вам наговорила. Все. В общем, решила я сразу пойти на ресепшн, договориться. Дать 5 долларов. Он вообще, как говорится, 7 дней, типа, 35 долларов. Ну, типа, какой-то другой сейчас парень подойдет и, типа, сейчас решил. И забыл отдать карточку на полотенце, да. В общем, попросил присесть. В общем, лифты тут прикольные. Он сказал, типа, девушка, нажмете на лифт на 5-й, там вас ждет парень. Покажет вам номер, и я пригрозила. Типа, вы не хотите, чтобы я плохой отзыв в вашем отеле сняла и выложила на YouTube. В общем, посмотрим. Пока. Начинается, вот, поселка. Нет, но это уже более-менее. Это не ваш стандартный номер, потому что там здесь больше, чем ваш стандартный номер. Ага. Больше. Ну, на море. Вуаля, я там кусочек вставила. Тот номер, который они, да, с видом на море, шикарный. 35 долларов пройти, или, ну, я, типа, они начали с меня, типа, а у вас патент есть, то, что ты снимала? Здесь не воняет. Здесь, ну, что, номер вот такой вот. Давайте пройдемся. Это у нас номер 1314. Но здесь реально не воняет. А я там уже пописала. Ну, такое. Но получше. Это мне нравится. И, как они сказали, типа, ладно, я себя показываю. Вот он сказал, я на тебя подпишусь. Я, типа, не отель снимаю, я себя снимаю. Номер. Шкаф вот такой вот. О, теплое одеяло есть. А, и сейф у них платный. Что еще? Мини-бар. Давайте посмотрим сразу. Ой, не с той стороны. А, тут пепси. Там была пепси, тут пепси нет. Блин, вообще. Ну, мебель, конечно, не первая сишесть. Ой, люди, наверное, уже отдыхают. И что у нас с видом? Балкон, конечно, поменьше. Ну, вот так вот, вот бассейн. И вот дорога с той стороны. Ага, вот там вот ресторан. Надо теперь туда дойти до ресторана. Ну, это получше. Тут мне нравится. Я такой, у тебя есть патенты? У меня авторские права. А ты, типа, спросил разрешение, чтобы снимать и все остальное. Типа, ты попросила этот. Я даже не проверяла. Не знаю, есть метод. Я уже по-честокому 5 долларов дала. Думала, блин, вообще не дать. Это будет трешово. Блин, обратно тут этот кондер работает. Ладно, надо найти, где покушать. А, ехала я с мужчиной в лифте. Пока я сказала, там, говорит, на пятый этаж подымись. И этот, он сказал, тут вообще, он, говорит, я 30 долларов заплатил. Говорит, они ему рыжат. Говорит, и отель вообще не пятерка, даже не четверка. Говорит, три с половиной. Ну, говорит, тут треш. Конечно, я буду все узнавать и еще. Блин, у меня буря эмоций. Я сейчас, наверное, даже не купаясь, не пойду покушаю. И все-таки приду покупаясь и лягу спать. Потому что, даже не знаю, переобуваться, переодеваться. Хотя, ну, мне свежо. Реально здесь свежо. И, наверное, я вот так вот и пойду. Правда, у меня уже потрепанный, уставший вид. Ну, это лучше, чем то было. Нет, это типа, тебе вид не устраивал. Так бы и сказала. Запах и нормальный там. Это вентиляция. Ну, блин, вы сами увидели. Тут, гляньте, еще и зеркало такое. А еще, пока я смотрела на пятом этаже, вот тут с видом на море, женщина вышла и говорит, нету воды. А потом еще трое мужчин подошел на ресепшен и говорят, нету воды. А он типа 15-20 минут, типа, стечет вода. Вот, вот, реально, мне хочется подойти. Нет, а, вода есть. Он такой, не а, я говорю, почему, говорю, другие отели, типа, нормально реагируют, что, типа, снимают и наоборот на камеру все показывают. А вы, говорю, не хотите. Он, типа, я лично, типа, ты у отеля спрашиваешь, у тебя есть патент. У меня есть тоже YouTube канал, который работает. Ну, типа, ну, понятно, значит, у отеля есть косяки. Реальные косяки, что, ну, как бы, ну, вот так вот они. Ну, может, конечно, за свои деньги он и соответствует. В общем, много говорю. Завтра, наверное, еще много продолжу говорить и узнавать об этом отеле. Ну, как бы, мне, в принципе, нужен был именно этот район, Махматуар. Потому что у меня тут некоторые есть свои личные дела. Потом позже, возможно, вам покажу. Я есть хочу. Блин, 12 часов ночи. Реально, я вам сейчас покажу, сколько времени. Я где-то, ну, где-то час вот этими вот номерами. Это все, да, 23,51. Ну, вроде бы, 24 на 7 есть еда. Пашвали. Суп, который я вообще с мясом не ем. Столы грязные. Ну, блин, ну, обычно столы же сразу вытирают или как. Не знаю. Булок нету. Короче. Я пойду сейчас свое питание покушаю и все. На вид прикольный. В общем, суп отвратительный. Может, те, которые едят там курицу, но мне вегетарианцу. Ну, как я сыры и рыбу ем нормально, я взяла себе капучино. Не знаю, еще не пробовала. Буду есть. У меня там бутерброд есть, балансированное питание. Короче, что-нибудь перекушу в душ и спать. Я хочу, во-первых, разбуться. Это трэш. Так что вот такой вот какой-то сумасшедший день получился. С самого утра я всем... В 8 часов я села в маршрутку. Северодонец-Харьков. И в итоге, что сейчас у нас? 00.15. Не знаю, видно вам или нет. Где-то в час, думаю, лягу. И все-таки хочу у людей поспрашивать отзывы реально об этом отеле. И в лифте тоже с одной тюшечкой ехала. Она говорит, мы только что приехали. Ну, а сперселили, мы ничего не доплачивали. Ну, в общем, думаю, ладно, раз я ему потрепала нервы. Плюс еще за YouTube я... Видите, я думала, что я, типа, прикрызую. Типа, они боятся все YouTube. А в итоге он как выкрутился и такой... Вот так вот, типа, сразу патент и все остальное. Ну... Короче. Поплавок я забыла дома. Я сильно устала. Спасибо, что вы провели этот день. С вас подписка, комментарии пишите обязательно. И на все отвечаю. Адекватно и на все отвечаю. И... Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мое видео. Так что до завтра. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok